Всем привет, это Денис Артёмов, главный редактор сайта mzk1.ru. Сегодня сюжет про Александра Солоника, про которого, наверное, рассказано достаточно много. Но всё же некоторые детали из его биографии обнародованы не были, по причине того, что только узкий круг лиц знал об истинном положении тех или иных вещей. Например, как сказал источник, хорошо знавший Солоника, после знаменитой перестрелки на Петровско-Разумовском рынке, когда Солоник был ранен в почку и доставлен в институт имени Склифосовского, его уже после сделанной операции посчитали мёртвым и отправили тело в морг. Однако Солонику в тот раз повезло. Молодой медик, который и должен был спустить тело на дальнейшее вскрытие, как его учили, проверил перед этим пульс и обнаружил у Солоника нетевидный пульс. Почему его не зафиксировали аппараты, остаётся только гадать. Возможно, действительно Солоник пережил клиническую смерть. В общем, киллера вновь перевели в реанимацию и он выжил. В дальнейшем, когда труп Солоника в Греции будут опознавать сотрудники РУОПа, немаловажным фактором станет и наличие того самого шва от операции. Но обо всём по порядку. Родился Александр Солоник 16 октября 1960 года в Кургане в обычной рабочей семье. В детстве не отличался от своих сверстников. Вместе с друзьями занимался в секции борьбы. Остальное время проводил во дворе, где участвовал в уличных драках, когда дрались стенка на стенку. Единственное, что при этом его отличало от других ребят, так это то, что, определив в толпе соперника, он нападал на него, не обращая внимания на других. Поэтому сам зачастую получал удары со стороны, но от своей жертвы не отставал. После школы была учёба в строительном техникуме на сварщика, а затем служба в армии. Александр служил в группе советских войск Германии, танковой дивизии. К концу службы дослужился до командира отделения, командовал танком. В его характеристике отмечалось, что к изучению своей военной специальности относился добросовестно. Образцово исполнял свои служебные обязанности. Также оказывал помощь командирам в воспитании и обучении личного состава и принимал активное участие в жизни подразделения. Если верить информации, побеждал он и в армейских соревнованиях по борьбе, из-за чего некоторые авторы указывали, что служил Солоник в спортроте. Стрельбой же от сослуживцев не отличался, но все нормативы сдавал. Несколько раз Александр ходил в самоволку. Сказывалась его страсть к женскому полу, что, вероятно, и повлияет на всю дальнейшую его судьбу. Возвратившись на гражданку в 1980 году, Солоник был зачислен в милицию сотрудником патрульно-постовой службы. Женился. Правда, после рождения ребенка развелся. Затем был второй брак, которому также будет суждено распаться. Между тем, оставаться рядовым сотрудником милиции Солоник не хотел, а для продвижения по службе, помимо хороших показателей в работе, требовалось образование. Поэтому, благодаря все еще положительным характеристикам, Александр поступает в Горьковскую высшую школу МВД СССР и уезжает на учебу в Нижний Новгород. Но уже через полгода он был отчислен с нелестной формулировкой «За прогулы и аморальное поведение». Как оказалось, пропускал занятия и кутил с женщинами, что не приветствовалось в школе МВД. Но если на большинство похождений можно было еще руководству закрыть глаза, то когда молодой курсант стал встречаться с женой какого-то начальника, это уже был явно перебор. Из-за этого случая Солоника отчислили, хотя и говорили, что документы он забрал сам. Возвратившись в Курган, Александр собирался продолжить работу в милиции. Но, как говорили, милицейское руководство, узнав о случившемся в Нижнем Новгороде, на всякий случай перестраховалось и уволило милиционера, бросавшего тень скорее не на органы правопорядка, а на них самих. Со временем, когда история с его похождениями утихла бы, его собирались восстановить. И здесь, скорее всего, речь шла не о каких-то благодетелях-погонах, а о банальной нехватке кадров. Так и получилось. В 1984 году Александр Солоник смог устроиться во вневедомственную охрану при органах милиции, которая охраняла предприятия, стройки, учреждения и организации. Однако и здесь надолго задержаться не удалось. Все по тем же причинам – страсть к женщинам. Хотя официальная версия гласит, что уволен он был за самовольное оставление маршрута и дискредитацию органов МВД. На самом же деле, прямо во время службы Солоник не единожды оставлял свой маршрут ради встречи с девушками. Начальство про это знало, Солоника упрекали в этом, но до каких-либо взысканий не доходило. До тех пор, пока такие самоволки не стали регулярны, поэтому с нерадивым сотрудником пришлось расстаться. Однако без работы Солоник не остался. В этот момент на выручку пришел его друг детства Андрей Колигов, который работал на местном кладбище могильщиком. Так Солоника стал копать могилы вместе с Колиговым и его коллегами – Олегом Нелюбиным и Виталием Игнатовым. Уже в то время просто так прийти в бюро похоронных услуг и устроиться копальщикам было трудно. За работу могильщика люди держались, несмотря на то, что физически она довольно трудная. Некоторые, правда, спивались, и причиной служила не столько кладбищенская или похоронная атмосфера, а то, что после захоронения могильщикам зачастую давали спиртное и закуску, чтобы они помянули усопшего. Солоник и его новые приятели злоупотребления алкоголем замечены не были. Хотя и здесь был случай, опять же в рамках исключения, когда день рождения одного из будущих курганских лидеров пришелся на крупный Колым. За ночь в срочном порядке надо было выкопать четыре могилы. Поэтому в ту ночь собрались все копщики, в том числе и именинник. Могилы выкопали и остались в бытовке, где, по словам бывшего работника кладбища, уже выпивали. Между тем, те деньги, что приносила такая работа, нельзя было сравнить с зарплатой милиционера. На кладбище, помимо официальной зарплаты, были еще различные колымы. Поэтому неудивительно, что уже в то время Солоник смог купить поддержанные жигули, на которых его часто видели в компании девушек легкого поведения. Кстати, по воспоминаниям бывшего начальника Солоника по линии МВД, его подчиненный запросто мог угрожать девушке избиением, если та отказывалась от интимной близости. Возможно, так оно и было, если верить его самому первому уголовному делу, в котором, впрочем, также много белых пятен. По некоторым данным, дело было сфабриковано не без помощи одного высокопоставленного курганского милиционера, жена которого изменяла с Солоником. И чтобы ему отомстить, нашли якобы жертву изнасилования. В общем, из этого дела следовало, что 19 августа 1987 года Солоник привел к себе домой девушку Елену. Ее показания вы можете прочитать сейчас на экране. Он ее трижды за ночь изнасиловал, и уже на следующий день Елена обратилась в милицию, после чего и было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Солоника. А следом появились показания еще двух потерпевших. Жительница кургана Татьяна также рассказала милиционерам, что Солоник ее изнасиловал семь раз. Правда, периодичность изнасилования не уточнялась. Судя по ее словам, Солоник бил ее кулаком по лицу и давил ей пальцами на глаза. Все это также происходило в его квартире. Когда насильник отвлекся, жертва выбила окно и выпрыгнула на улицу. Однако Солоник ее догнал и ударил ногой в живот. Было еще одно заявление об изнасиловании, которое, впрочем, до суда не дошло, как и заявление Татьяны. В работу приняли только заявление Елены. В общем, Солоника арестовали и в феврале 1988 года он предстал перед судом. Кроме заявления потерпевшей, сторона обвинения предоставить больше ничего не могла. В свою очередь за Солоника вступил его друг и коллега Андрей Колигов, сказавший, что 19 августа, когда произошло изнасилование Елены, он был с Солоником и никаких женщин в их компании не присутствовало. Кстати, в дальнейшем то обстоятельство, что Колигов выступил на том процессе свидетелем, еще сыграет в каком-то роде драматическую роль для одного московского адвоката, нанятого Солоником, когда его уже будут обвинять в убийствах в 1995 году. Ну а пока на суде 1988 года курганский адвокат прямо заявлял, что дело против его клиента сфабриковано и никакого изнасилования не было. Но судья не принял во внимание показания Колигова, его друг был приговорен к 8 годам лишения свободы. Столь суровый приговор был неожиданностью, так как незадолго до процесса Александр, невзятый под арест на время следствия, а находящийся под подпиской о невыезде, обсуждал с адвокатом возможность условного срока и считал, что это самый наихудший вариант развития событий. Что именно подтолкнуло его тогда на свой первый побег, так и осталось неизвестно. Про это он никому из тех, кто с ним общался и обладает сейчас хоть какой-то информацией, не говорил. Зато некоторые авторы писали, что это было состояние аффекта и действовал он скорее по инерции. Солоник был возмущен приговором и угрожал судье за минуту до побега. Другие писали, что с такой статьей, да еще являясь бывшим сотрудником милиции, он якобы сразу понял, что в тюрьме ему не выжить и ему по сути было нечего терять. Но это лишь догадки авторов, что на самом деле двигало им в тот момент неизвестно. В общем, оттолкнув охранника, будущий киллер выбивает оконное стекло, которое не было зарешетчено и прыгает со второго этажа. Все произошло неожиданно и это дало Солонику фору, чтобы убежать и скрыться. Милиция искала его не особо долго, при этом не забыли посетить и его друзей-могильщиков, у которых он мог скрываться, что отчасти было действительно так. Но поиски в Кургане по базе адресов результаты не дали. Зато через полтора месяца из Тюмени пришла информация, что беглеца видели там, в компании какой-то девушки. Удалось выяснить место его проживания, но брать там милиционеры его не стали, так как благодаря оперативным мероприятиям выяснили, что он записан в один из первых косметических салонов, открытых в Тюмени. Вероятно, Солоник собирался свести родинку и удалить на руке татуировку, которые были особыми приметами. Там, в Солоне, решено было его брать. Задержание прошло без неожиданностей и беглеца доставили обратно в Курган, где добавили 4 года за побег и отправили в одну из пермских зон, где у Александра сразу не заладились отношения с блатными. Здесь Солоник работал в бригаде и тренировался, поддерживая физическую форму. Однажды его всё-таки попытались опустить, но получили серьёзный отпор. Дрался Солоник против толпы отчаянно, в больничке было наложено около 20 швов. Некоторое время он пролежал на больничной койке. Именно после этого случая Солоник был переведён в другую зону, находящуюся в Ульяновской области, где открыто ему никто не противоречил, что позволило отбывать срок уже спокойнее. В какой момент он задумывался о побеге, неизвестно. Журналисты и авторы писали, что чуть ли не спецслужбы помогли Солонику совершить побег. Но ничего подобного не было. У влиятельной спецслужбы хватало кадров и на свободе, причём более ценных, чем Солоник. И терять своё время на организацию побега никто бы не стал. По некоторой информации, в организации побега мог помогать Андрей Коллегов, но эта информация также не подтверждена. Единственное, что мог сделать Коллегов, так это помочь Солонику скрыться уже после завершения побега. Как известно, за Солоника он не мог копать подкоп со стороны зоны. Дальше также интересная информация. Про Солоника написано много книг, и во всех указывается, что бежал он, прорезав сварочным аппаратом отверстие в канализационной трубе. Лас оказался маленьким, и ему пришлось снять бушлат, чтобы протиснуться в трубу с нечистотами, а потом около километра пробираться по трубе. На самом деле всё было не так. Об этом говорят и знакомые Солоника, и даже служебная проверка, организованная после его побега в 1990 году. Солоник работал в промзоне и выкопал подкоп. Естественно, всё происходило во время работы, когда за ним не было бдительного наблюдения. Сколько времени на это ушло, не уточняется, но явно, что не один день. И докопал до арматуры, которая уходила ещё метра на два под землю. По показаниям одного из заключённых, работавшим также на промзоне, Солоник в рабочее время заходил к ним, просил для работы автоген. Для чего он ему был нужен, рабочие бригады не интересовались. Солоник же вырезал этим автогеном арматуру, и уже потом через получившийся подкоп сбежал. К этому моменту его друзья-могильщики уже оформились в организованную преступную группировку. И как уже говорил в одном из видео, у них на спортивной почве произошло знакомство с представителями Ореховской группировки, некоторые участники которой приезжали в Курган на спортивные мероприятия. И Курганские и Ореховские спортсмены, как известно, занимались рэкетом. И коллегов Нелюбин и Игнатов, видимо, произвели на московскую братву впечатление. Хотя, как говорили, здесь скорее было дело симпатии. Люди подобрались с похожими взглядами и одинаковым мышлением. К тому же и у тех, и у других были проблемы с бригадами, которые курировались ворами в законе, и решали они их также одинаково. Незадолго до их знакомства Курганские выбили со своих мест бригаду одного из уголовных авторитетов, разборка с которой впервые проходила в Кургане с применением огнестрельного оружия. Таких парней было решено подтянуть в Москву. Причем решение это принял по некоторым сведениям Сергей Ананевский по прозвищу Культик, личность уникальная. Как рассказали, Культик отличался феноменальной памятью. Прочитав несколько листов с текстом формата А4 мог слово в слово рассказать прочитанное по памяти. Также Ананевский обладал скорочтением, читая текст диагонально. По диагонали, кстати, читали Владимир Ильич Ленин и Максим Горький. В общем, Культик и привлек Курганских, для которых в начинающемся в столице переделе работы было предостаточно. Они согласились на те условия, которые были выдвинуты лидерами Ореховской ОПГ, а именно отвечать за некоторые силовые операции, получая за это деньги. В то же время не было противников и тому, чтобы эта силовая бригада нарабатывала в Москве свои точки, с которых можно было получать дань. В итоге так и произойдет. Помимо разборок и заказных убийств в угоду Ореховским, Курганские крышевали несколько коммерческих структур. Ну а пока в 1990 году все только начиналось. И по некоторым данным, именно Коллегов помог сбежавшему из Ульяновской зоны Солонику добраться до Тюмени. Как именно это происходило, неизвестно. Дальше также авторы указывали, что в Тюмени Солоник убил местного авторитета. И даже, что он сам якобы потом рассказывал про этот случай. Но здесь авторы скорее лукавят. Никакого убийства в тот период Солоник не совершал. Единственное, что действительно было, вышла небольшая потасовка в одном из местных клубов, где отдыхал, как бы это странно не звучало, находящийся в розыске Солоник. Вместе с ним, по некоторым данным, находились представители местной преступной группировки, которые обеспечили Солонику так называемый приют по просьбе Коллегова, который уже в то время вел какие-то дела с одной из тюменских бригад. Кстати, в этот период происходит плотное общение Солоника с Виктором Беляниным, мастером спорта СССР по биатлону, стоявшим за созданием Тюменской ОПГ, известной сейчас под названием «Десятка». Общих тем у них было много, оба имели страсть к оружию. В общем, после Тюмени Солоник по поддельным документам прибывает в Москву, где и пополняет ряды Курганской ОПГ, лидеры которой организуют ему съем квартиры. То, что Солоник был одним из лидеров у Курганцев неверно. Его изначально нелегальное положение не позволяло быть ему на такой позиции. И если бы не его друг Коллегов, который по сути решал все наболевшие проблемы и выстраивал для бригады дальнейшие цели, то неизвестно, как отнеслись бы к присутствию у Солоника другие. Даже на какие-то локальные разборки Солоник не выезжал, чтобы лишний раз не светиться, так как находился в розыске. Но, как ни странно, в некоторые дела бригады Александра посвящали, а затем стали привлекать на различные мероприятия, где требовалось подстраховать как Курганских, так и их союзников Ореховских. Как правило, Солоник не светился, находясь с напарником в машине. То, что его привлекли к устранению вора в законе Глобуса, это было скорее исключение из правил. Как говорили источники, и Коллегов, и Нелюбин тоже стреляли, и необходимости для привлечения Солоника не было. Но все же почему-то было решено привлечь именно его. Опять же, не имея подобного опыта, Солоник действовал с напарником, который в случае промаха основного стрелка, то есть Солоника, должен был довершить начатое. Убийство Глобуса произошло ночью 10 апреля 1993 года, когда он вышел с известной дискотеки. Про это, наверное, только художественный фильм еще не сняли. Стрелял Солоник с расстояния примерно 40 метров. Пуля попала в область сердца, не оставив вору шансов. После этого убийства жизнь Солоника стала еще более законспирированной. Но все же милицейские информаторы поделились информацией о том, где может скрываться находящийся в розыске беглый преступник. Уже в то время были данные, что Солоник мог быть причастен к деятельности Курганской группировки в Москве. Подтвердилась эта информация после того, как в январе 1994 года был убит преемник Глобуса Владислав Ванер по прозвищу Бабон, убийство которого приписывали Солонику. На самом же деле Солоник лишь дублировал основного исполнителя, его участие не потребовалось. В общем, когда информатор сообщил о месте, где может находиться Солоник, оперативники, наведавшись на указанный адрес с группой захвата, нашли в квартире, которую снимали для Солоника, лишь небольшой арсенал оружия. Сам обитатель жилища успел уйти незадолго до прихода милиционеров. В следующий раз Курганские привлекли Солоника для поддержки, когда приехали на Петровско-Разумовский рынок. По одной информации, разбираться с представителями Казанской ОПГ, которые открыли здесь свой офис и также, как Курганские и Коптевские, обложили данью часть торговцев. По другой же информации, про разборки речи не было, и курганцы приехали на рынок, как обычно, проинспектировать свои точки. А Солоник с напарником присутствовали на рынке для подстраховки, если вдруг что-то пойдет не так или начнется перестрелка, готовые поддержать своих соратников. Это делалось всегда и у всех, когда выезжали на подобные объекты. Но не заладилось как раз у них. Лидеры бригады, приехав на рынок, пошли в офис, в то время как Солоник и еще один участник Курганской ОПГ остались возле машин. Как известно, в тот день, 6 октября 1994 года, во второй половине дня, к рынку были стянуты экипажи милиции, которые вместе с администрацией рынка намеревались проверить у торговцев справки о регистрации и разрешении на право торговли. Солоник и его спутник привлекли чем-то внимание охраны, которые обратились к милиционерам, чтобы те проверили документы у подозрительных на их взгляд парней. Итог уже все знают. На просьбу милиционеров пройти в комнату милиции рынка для проверки документов и выяснения личности, Солоник и напарник отреагировали совершенно спокойно. И неизвестные, сопровождаемые тремя милиционерами, соблюдая обоюдную вежливость, спокойно взошли на порог офиса. В дверях они еще услужливо уступали друг другу дорогу. Алексей Прошунин, старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела внутренних дел Тимирязевский, на территории которого происходили эти события, прибывший на место происшествия в составе оперативно-следственной группы, комментируя действия коллег, обратил внимание на то, что именно это спокойное и уверенное поведение неизвестных больше всего расслабило милиционеров. Дальше информация несколько разнится. Как говорил потом своим знакомым сам Солоник, что кстати подтверждалось его беседой с адвокатом, первым стрельбу начал напарник Солоника. Все произошло молниеносно. После выстрелов оба побежали, и именно в тот момент Александру преградил путь милиционер, которого он выстрелил в упор, после чего и был тяжело ранен сам. Хотя по другим данным следовало, что все пострадавшие получили ранения, в том числе и смертельные, от рук Солоника. Между тем, оказавшиеся не готовыми к такому повороту событий охранники фирмы «Бумеранг» уже были в подобной ситуации. За несколько месяцев до этого, 21 августа 1994 года, на территории Петровско-Разумовского рынка произошла перестрелка между одним из посетителей и охранниками «Бумеранга». В тот день, около трех часов дня, на рынок пришел местный житель Юрий Станкевич. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя крайне агрессивно. Зайдя к своей сестре, торгующей в одной из коммерческих палаток, Станкевич начал выяснять с ней отношения. Поскольку при этом он отнюдь не стеснялся в выборе выражений, один из охранников рынка, Алексей Никитин попытался удалить дебошира с торговой территории. Нарушитель общественного порядка требованиям охранника не подчинился и начал ему угрожать. После чего Никитин по рации вызвал подмогу и попытался задержать хулигана. Однако сделать этого ему не удалось. Станкевич выхватил из кармана пистолет ТТ и в тот момент, когда Никитин пытался выбить у него оружие, выстрелил. Пуля попала охраннику в живот и через некоторое время он скончался в больнице. Прибежавший на помощь к Никитину напарник был ранен преступником в ногу. Третий охранник успел выстрелить нападавшего из стабильного пистолета Макарова и ранить его. Лёжа на спине, раненый в живот Станкевич продолжал стрелять и прострелил ногу одному из посетителей рынка. После этого охранник был вынужден несколько раз выстрелить преступника на поражение. Погибший Алексей Никитин, проходивший срочную службу в Афганистане, работал в Бумеранге по контракту. Гибель сотрудника охранной ассоциации и ранение ещё одного? Гендиректор Бумеранга объяснил тем, что они неправильно оценили степень опасности и действовали не по инструкции. В частности, находились на службе без бронежилетов. В целях предотвращения подобных ошибок руководство ассоциации провело со своими сотрудниками подробный повторный инструктаж, а охрана рынка и других 19 объектов, обслуживаемых Бумерангом, была усилена. Но в случае с Солоником усиление, видимо, не помогло. Всё произошло неожиданно. На следующий день после перестрелки газеты вышли заголовками, что стрелявший на Петровско-Разумовском рынке скончался в больнице. Отчасти так оно и было, когда во время операции, как говорил Солоник потом своему знакомому, его посчитали умершим. Зашили кожу, как уже говорил, нахлёст. Но благодаря тогда ещё молодому сотруднику института Склифосовского, Солоник остался жив. Придя в себя, он начал давать интересные показания, сознаваясь во всех громких заказных убийствах последних лет. Но единственное, что сходилось с его показаниями, это убийство Глобуса. Кстати, во время бесед с оперативниками Солоник часто рассказывал про оружие. В итоге все его признания в чужих убийствах и информация о том, что он прекрасно разбирается в оружии, сделали своё дело. И в СМИ его стали называть киллер номер один. Между тем, пойдя на поправку, Александр был переведён в девятый корпус матросской тишины. В камере он находился один. Для этого было несколько причин. Во-первых, учитывая его биографию, в общей камере Солонику находиться было опасно. Во-вторых, для оперативников он был ценным кадром, если можно так выразиться, и представлял большой оперативный интерес. Солоник не совершал те убийства, что ему приписывали, но мог знать тех людей, которые стояли за громкими заказными убийствами. Поэтому содержали его отдельно, проводя оперативную разработку. Между тем, один из адвокатов Солоника занялся организацией его развода с женой, для чего вылетел в Курган. Там, помимо всего, ознакомился со старым уголовным делом своего клиента. То самое первое дело об изнасиловании. Найдя в материалах показания Андрея Коллегова, московский адвокат, видимо, понял, что дело действительно было сфабриковано, и благодаря Коллегову можно подтвердить невиновность Солоника по этому делу. Эта информация дошла до самого Андрея, который совсем не собирался в суд. Его уже также разрабатывал РУО, и лишняя шумиха вокруг его имени была не нужна, тем более рядом с именем Солоника, прогремевшего на всю страну. Поэтому Коллегов дает приказ покалечить адвоката Солоника, чтобы он больше не задавал ненужных вопросов. Знал ли об этой акции сам Солоник неизвестно, но придя в очередной раз к своему клиенту, адвокат услышал от него претензии по поводу нечастых визитов. А потом Солоник вообще заявил, что ему все равно, что собирается предпринимать его защитник. В итоге соглашение о защите было расторгнуто, и 29 июля 1995 года адвоката жестоко избили участники Курганской ОПГ, подкараулив его прямо в его же подъезде. После этого к первому делу Солоника никто уже не возвращался. Между тем, защитник и Солоник уже действительно не нуждался. Его курганские друзья совместно с лидерами Ореховских и еще нескольких бригад планировали его побег. На это дело денег не пожалели, так как если бы Александр начал давать уже емкие показания, то на скамье подсудимых оказалась бы вся верхушка Курганской ОПГ и связанные с ними авторитеты московских группировок, про которых он следователям не рассказывал. Однако Солоник понимал, что за убийство милиционеров на рынке ему грозит смертная казнь, так как мораторий еще принят не был, и выжидал. Его друзья также понимали, что ради того, чтобы не получить высшую меру, Солоник в последний момент может заговорить, и тогда они также составят ему компанию на суде. А дело они уже тогда натворили довольно много, и Александр был в курсе многих из них. Поэтому без всяких лишних разговоров выделили на побег чуть более миллиона долларов, из которых около четверти предназначалось сотруднику изолятора. Остальные деньги нужны были для съема беглецам временных жилищ, а также на организацию переправки Солоника и сотрудника изолятора через несколько стран в Грецию. Солоник довольно быстро нашел подход к охраннику СИЗО Сергею Менщикову 1974 года рождения, который не так давно устроился в матросскую тишину. Никакого внедрения Менщикова в тюремное учреждение не было. Солоник сам, как сказали дословно, присел ему на уши и объяснил, какие перспективы будут у 20-летнего парня, если он поможет ему сбежать. Если бы Менщиков был старше и дольше работал в тюремной системе, то, возможно, бы не согласился на предложение. Но неискушенный парень на счастье Солоника оказался в нужное время в нужном месте. Как бы то ни было, ночью 5 июня 1995 года Солоник и Менщиков, открывшие его камеру во время дежурства, выбрались на прогулочную площадку 9-го корпуса, предварительно взломав амбарный замок на входной двери. Поднялись на стену и, закрепив альпинистский шнур, спустились по нему на улицу, где их уже ждала машина с курганцами, которые обеспечили им приют. Хотя один из высокопоставленных сотрудников силовой структуры до сих пор сомневается, что побег был совершен при помощи альпинистского снаряжения, сказав, что за такие деньги, которые были задействованы для побега, Солоника могли вынести на руках прямо из СИЗО, напевая при этом ему песни. Между тем, пока беглецы ехали по Москве, в матросской тишине охранники заметили, что Сергея Менщикова нет на своем посту. Именно поэтому была организована проверка камер, в ходе которой выяснилось, что заключенный Солоник в камере отсутствует. Затем нашли и сломанный амбарный замок и альпинистский шнур. Московская милиция перекрыла аэропорты и вокзалы, дежурили и на выездах из города. Даже задержали несколько человек, внешне похожих на Солоника. Но самого беглеца так и не нашли, как и Сергея Менщикова, которого сперва искали в самом изоляторе, считая, что он где-то спрятался, либо был убит и спрятан в застенках СИЗО. Однако все было намного проще. Прожив некоторое время на съемной квартире, Солоник с надзирателем были вывезены на одну из дач во Владимирской области, где Солонику еще надо было прийти в себя, так как от ранений он еще не до конца оправился. Сюда к нему приезжали курганские лидеры, о чем свидетельствовали позже соседи. Несколько раз, как они же утверждали, среди гостей был и сотрудник спецслужбы Александр Литвиненко. Что интересно, он участвовал в разработке курганской бригады. Но пролить свет на то, почему Литвиненко участвовал в застольях с разрабатываемыми им курганцами, никто не смог. В следующий раз курганские привлекли Солоника для решения проблемы с питерским бизнесменом Андреем Лукашовым. Лукашов был генеральным директором питерской фирмы «Сократ», которая торговала продуктами питания. У фирмы дела шли неплохо, и бизнесмен собирался, по некоторым данным, продать бизнес и уехать на ПМЖ в Испанию. Но его бизнесом заинтересовалась одна структура, связанная с курганцами, которая хотела заполучить бизнес, но по более дешевой цене. Вероятно, бизнесмен отказал, так как с ними сделка не состоялась. И уже 20 сентября 1996 года в Лукашова стреляли в Санкт-Петербурге, у дома номер 37 по Гаванской улице. Бизнесмен был ранен, но благодаря медикам выжил. После поправки Лукашов приехал в Москву вместе с женой, где остановился в гостинице «Международная». Предстояло решить какие-то последние дела с фирмой, после чего бизнесмен собирался навсегда улететь в Испанию. Однако именно здесь он и стал жертвой киллера. По некоторым данным, именно Александр Солоник стрелял в питерского бизнесмена, когда тот прогуливался около магазина Италмода. Стрельба велась из автомобиля Volkswagen. Пуля попала в спину, Лукашов упал. Добивать его убийца не стал, водитель дал показам. Прохожие вызвали скорую помощь и милицию. Раненого Лукашова доставили в ближайшую больницу, где его тут же прооперировали. Но всё оказалось напрасно, вскоре бизнесмен скончался. Собирались ли курганские лидеры ещё привлекать Солоника для каких-то своих целей, неизвестно. По крайней мере, требовалось время, чтобы шумиха вокруг его имени поутихла. Поэтому по поддельному паспорту на имя Владимира Кесова, ему вместе с Меншиковым, которому также сделали левые документы и который всё это время находился рядом с Солоником, иначе бы его убили, помогают перебраться через другую страну в Грецию, где для них была снята вилла, на которой его довольно часто посещали курганские друзья, а также представители Ореховской ОПГ и их союзники. Виллу для Солоника снимал Ореховский лидер Ося, работавший плотно с курганцами и оказавшийся очень дальновидным. Когда с курганскими у него начались кое-какие недопонимания, жилище Солоника полностью было напичкано прослушивающими устройствами. В интересах Ося было продолжать снимать виллу для Солоника. Так он знал о тех делах, которые происходили в рядах курганцев при помощи прослушки. Между тем, в Греции Владимир Кесов становится репатриантом, сумев доказать, что прибыл он с грузинского города под названием Цалка. Таким образом, он получил греческое гражданство. С этого момента, можно сказать, начинается уже новая легальная жизнь. Между тем, его друзья постоянно твердят Солонику, что Меншикова необходимо убрать, он опасный свидетель. Половина из 200 тысяч долларов, которые Меншиков получил за помощь в побеге, уже были истрачены, как и деньги, которые дали в качестве подъемных Солонику. Миллионами он не ворочал и никаких счетов с деньгами у него не было. Кстати, Леша Солдат в одной из своих книг, ссылку оставлю в описании, довольно точно описал финансовое положение Солоника, сказав, что в его собственности не было ни домов, ни квартир. Действительно, Солоник никогда не располагал огромными суммами денег. Машина, на которой он иногда ездил, Toyota RAV4, была куплена лидерами бригады и предоставлена Солонику, то есть куплены неналичные деньги. А вот мотоцикл Харли Дэвидсон, который, как писал Шерстобитов, также приобретался на общие деньги, в действительности купил уже сам Солоник, на свои. На нем он и ездил, находясь в Греции. А 15 тысяч долларов из тех 250, которые ему предоставили в качестве подъемных, уже после побега из матросской тишины, были потрачены на покупку автомобиля Мазерати. Однако оставшиеся деньги быстро закончились, поэтому машину пришлось продать. А потом даже залезть в долги. Казалось бы, как могла уйти такая сумма? Но если верить информации, Солоник в Греции жил на широкую ногу, считая, что друзья будут его поддерживать. Но все оказалось немного не так. Деньгами уже никто не спешил делиться, намекая, что надо их отрабатывать. Была речь об убийстве одного из московских бизнесменов, для чего Солонику необходимо было вылететь в Москву. Но в итоге посовещавшись, курганские лидеры решили, что Солоник может в очередной раз засветиться. Его арест никому нужен не был, так как еще один побег уже организовать было бы невозможно. А наговорить Солоник, попадем к милиционерам, мог про многих, с кем имели дело участники Курганской ОПГ. Поэтому он оставался в Греции. Ну а пока он еще осваивался в Греции, Нелюбин с Колиговым говорили о необходимости ликвидировать Меншикова. Александр отвечал, что Меншикова в обиду не даст. Человек ему помог доверился и убивать его нельзя. В общем, встал на его защиту. Но у Курганских были свои планы на этот счет. Они приглашают Солоника в Рим. Ничего не подозревающий Александр вылетает в Италию на несколько дней. Когда отдохнув в обществе своих земляков возвращается в Грецию, Меншикова уже не было. Дальше небольшая предыстория. Если верить информации Шерстобитова, озвученной в его книге, он сошелся с главой одной из фирм, занимающейся продажей спецтехники, основными клиентами которого были силовые структуры. Ее глава имел неплохие связи в системе МВД. Леша-солдат усердно отрабатывал перед ним легенду, что он якобы занимается сбором информации и работает на нескольких влиятельных персон. Параллельно Шерстобитов закупал у главы фирмы различную аппаратуру, использующуюся для слежки, что только подтверждало его слова о необычной и полулегальной работе. О своем клиенте глава фирмы поведал нескольким милицейским начальникам, которые заинтересовались Лешей-солдатом и хотели воспользоваться его услугами по слежке. Тогда-то и созрел план наладить контакт с одним из полковников РУОПа, который также хотел познакомиться с интересным клиентом фирмы. В то время многие бригады пытались наладить контакт с представителями РУОПа. И у Леши-солдата это получилось. Для затравки он рассказал, как бы невзначай, что встречался с разыскиваемым Александром Солоником дважды. Один раз до его ареста, а второй уже после его побега из матросской тишины. Этого было достаточно, чтобы полковник проявил уже серьезный интерес, так как при перестрелке на Петровско-Разумовском рынке от рук Солоника погиб его друг. И арестовать его было для полковника делом чести. В общем, начался обмен информацией. Леша-солдат, люди которого по приказу Сергея Буторина в Оси установили на вилле Солоника в Греции прослушивающую аппаратуру, поддерживая легенду, предоставлял кое-какие данные о том, как якобы идут поиски Солоника. Полковник, в свою очередь, также делился информацией, которая интересовала Андрея Пылева, одного из лидеров Медведковских, и Сергея Буторина, которые дали Шерстобитову добро на контакт с полковником. Полковник знал от Леши-солдата, что Солоник находится в Греции, но адрес ему не сообщали, продолжая свою игру. А затем во всю эту игру включился случай. Медведковские имели на Курганских компромат несколько телефонных разговоров о совершенных ими убийствах, записанные на аудионоситель. И Андрей Пылев дает Шерстобитову указание передать этот компромат полковнику для того, чтобы тот задержал лидеров Курганского ПГ. Для чего это надо было, вопрос отдельный. В случае задержания полковнику пообещали наконец выдать адрес Солоника. Андрея Колигова задержали 29 января 1997 года в аэропорту Шереметьево-2, когда он возвращался из Франкфурта с паспортом греческого подданного. Сергей Буторин понимал, что сдавать живого Солоника полковнику нельзя, так как пострадают все, ведь Александр Солоник был носителем нежелательной информации. Поэтому заранее отправляет в Грецию к Солонику группу Ореховских во главе с Сашей Солдатом. Солоник их прекрасно знал, и явно никакого подозрения, что его приехали убивать знакомые не возникали. А те должны были убить Солоника, прежде чем приедут сотрудники РУОПа. Казалось, что времени для совершения убийства много. К тому же, за несколько дней до этого к Солонику прилетает из Москвы фотомодель Светлана Котова, с которой он, по легенде, познакомился в Москве после побега из матросской тишины. Пока Солоник находился в столице на нелегальном положении, они якобы встречались, даже ходили по клубам, несмотря на то, что Александр был в розыске. Затем, после покушения на Лукашева и отбытия в Грецию, Светлана с Солоником не виделись. И совпало так, что она приехала к Солонику как раз накануне приезда Ореховских, для которых Осией была снята вилла по соседству. Можно было дождаться, когда Светлана уедет обратно в Москву, но после задержания Колигова события стали развиваться намного стремительнее, так как в тот же день полковник сразу же связался с Лешей Солдатом и потребовал ответных действий, а именно адрес, где находится Солоник, сказав при этом, что он с ребятами из СОБРа уже взяли билеты до Афин, чтобы арестовать Александра Солоника. Леша Солдат адрес не дает, так как Солоник еще жив. В результате Ореховской группе, находящейся в Греции, поступает команда ускориться. В общем, Ореховские, придя к Солонику и поняв, что Светлана Котова не намерена никуда отлучаться, решили произвести убийство на снятой для них вилле, собираясь выманить жертву туда одну. Солоника пригласили к себе, рассчитывая, что он придет без Светланы, но пришел он с ней. Убийство собирались перенести на следующий день. Связались с Осией, но тот сказал, что надо делать немедленно, так как руоповцы уже летят в Грецию. Историю с убийством потом передавали на многих каналах, а также описывали в газетах. Солоник был задушен, а тело вывезено в пригород Афин и брошено в Кювет недалеко от дороги. Светлана Котова, ставшая свидетельницей убийства. Также была задушена и расчленена, после чего останки были сложены в чемодан и закопаны. В последний момент Ореховский лидер почему-то дал своим людям указание нарисовать схему, где захоронен Солоник, и передать ее прилетевшим в Грецию сотрудникам РУОПа. Возможно, делалось это для того, чтобы руоповцы успокоились, найдя Солоника хоть и мертвого. Схема была нарисована и сотрудники ее получили, после чего и нашли тело, как писали газеты суперкиллера. Первоначально РУОПовцы, осмотрев тело, удостоверились, что это Солоник благодаря тому самому шраму, про который рассказывал в начале. Ну а затем была экспертиза, подтвердившая, что тело принадлежит разыскиваемому Александру Солонику. Также обнаружили и расчлененное тело Светланы Котовой. Александр Солоник был похоронен на третьем афинском кладбище. В течение трех лет за его могилой никто не ухаживал. И согласно местным законам, в марте 2000 года захоронение было ликвидировано. Служащие кладбища вырыли останки ставшего, можно сказать, криминальной знаменитостью Солоника и перенесли их в специальную яму здесь же на погосте. После этого кости залили соляной кислотой. Сейчас на месте могилы Солоника совсем другое захоронение. В общем, кто досмотрел до конца, не забываем подписываться и ставить палец вверх. На сегодня все. Пока. Подписывайся и держи руку на пульсе.